МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коллектив лаборатории производства хлора и каустика акционерного общества Сенс Химпласт в дружеском кругу в музее градообразующего предприятия отметил свой юбилей. Эта старейшая на градообразующем предприятии лаборатория была образована в 1976 году, когда начался размыв первых скважин солерудника, и лаборанты исследовали добытые из глубинных недр, керны и рассол. Лаборатория уникальна и в том, что здесь проводятся много профильной анализы как сырья, так и готовой продукции, начиная с самого начала производственного процесса, с сырого рассола и заканчивая отправкой потребителям готовой продукции хлора, каустика, белизны. Дорогими гостями на торжестве стали ветераны, те, кто стоял у истоков образования лаборатории, кто в 1975-1976 годах на площадке 17-го общежития нарабатывали опыт на искусственных рассолах, осваивали первые методики анализа, были свидетелями пуска производства. Столько лет проработали, почти 40 лет, и думаю, ну все было хорошо, все работали, где-то пус, где-то это, у нас сандружина была, увидели фотографии в альбоме, мы все занимали первое место. И вот я просто уже дальше говорю, мы пришли из Тамары Павловны и с Татьяной Владимировны, мы пришли все в 1976 году, в октябре месяц. Я вот помню самотошный пуск, это было не снимая противогаза, не снимая это, кстати, был почему-то холод такой, ноябрь месяц, а морозы такие стояли. У нас был очень дружный коллектив, у нас были, мы так, ну кто откуда, кто это, если мы придумали, то все вместе, то у нас какие-то конкурсы были, то у нас дни выходные были, когда совпадали, мы с детьми в лес, и там, какие там шашлыки раньше? Сосиски над костром, и дети обязательно были с нами, санки, лыжи, вот так вот. Какие-то проводили мы свои конкурсы, хозяюшка, кто-то стряпал, кто-то вязал, кто-то что это, мы все, у нас все проходили конкурсы в лаборатории. Но я очень, ну, как говорится, довольна, что я проработала столько лет в таком коллективе, и никогда никуда не хотела уйти. Хлор, есть хлор. Молодые девчонки и парни приехали в глухой таежный угол, где строился новый город, где возводились корпуса крупнейшего в стране химического гиганта. Они приехали полной надежд, планов на будущее, готовы отдавать все силы ради общего дела. Ну, просто в то время люди, все, кто работал и начинал работу в лаборатории, были, в общем-то, ответственны. Работу не только любили, но и старались сделать ее хорошо, качественно. То есть мы доверяли друг другу, и у нас опора и надежда, вот как-то мы друг друга поддерживали. И вот такие люди, то есть мы, как говорится, трудностей не боялись. Нас куда отправляли, туда мы шли, без всякого страха. Пожалуй, главной ценностью на той далекой комсомольской стройке была дружба, способность поддержать того, кто был рядом, помочь, поделиться опытом и знаниями. Все ради одной общей важной производственной задачи. И ветераны считают, эту химпластовскую традицию необходимо сохранить сегодня. Мы хотели бы, чтобы они были очень дружны, друг за друга, помогали, ну, вели себя, ну, как семья, то есть получается работа, как вторая семья. У нас вот так и было. Я всех работников лаборатории производства хлороэкористик поздравляю с этой замечательной датой, 45 лет, как говорят, моя котка в 5-45 лет. Желаю всем счастья, здоровья, самое главное. Ну, встречаться почаще, не забывать друг друга. На торжественном юбилейном вечере начальник лаборатории Лидия Захарова рассказал о становлении и развитии этого важнейшего заводского подразделения. Основным поставщиком кадров на химпласт был в то время Усольский химико-технологический техникум. На его площадке молодежь проходила и стажировку. В октябре 1977 года состоялся пуск азотно-кислородного цеха номер 71, и молодые лаборанты анализировали газообразный жидкий азот-кислород. 2 ноября 1979 года состоялся пуск производства хлороэкаустика. Теперь он стал рабочей площадкой для лаборантов. А жизнь лаборатории была стремительной, бурной, полной событий новых достижений. В феврале 1980 года организован отдел технического контроля. Лаборатория ПХИК входит в состав этого отдела. Кипит лабораторная жизнь, проводится обучение вновь принятых рабочих, развернуто соцсоревнование, проводятся конкурсы профмастерства, конкурсы художественной самодеятельности, соревнования санитарных дружин, налажена шефская работа, постоянная помощь совхозом Зиминского района в уборке овощей и кормов. Конечно, проводятся комсомольские субботники по благоустройству города и предприятия. В 1989 году коллектив лаборатории производства хлороэкаустика перешел на бригадный подряд. Лучшие работники поощрялись грамотами, званиями, ценами, подарками. А 1 июня 2006 года на санцхимпласте был установлен ртутный электролиз и началась новая страница в истории этого подразделения. 3 августа 2006 года был получен первый хлор методом вибранного электролиза. С пуском электролиза деятельность лаборатории также произошли перемены. Проектом было определено использование спектрометра для определения точного состава примесей, влияющих на безопасность введения технологического процесса и проведения исследовательских работ. Были разработаны и внедрены новые методы определения параметров, приобретено новое оборудование очистки воды, освоены сложные аналитические приборы со встроенными программными обеспечениями, такие как общий органический углерод и хроматод. В 2011 году в состав лаборатории была включена исследовательская группа, что позволило решать производственные задачи более оперативно и на более высоком уровне. Сегодня в штате лаборатории 40 человек, 10 из них инженерно-технический персонал. ИТРовцы контролируют, как организована работа, в наличии или все необходимое, заносят информацию в общую лабораторную программу. Если какие-то параметры не соответствуют требованиям, возникают нештатные ситуации, инженеры-лаборанты сразу связываются с начальниками смен и в производственный процесс вносится корректировка. Лаборанты химического анализа, их 30 человек, также ведут контроль за производственным процессом. Поздравил коллектив с юбилеем директор по производству акционерного общества Сенс-Химпласт Ревгат Мубараков. У нас лаборатория, лаборатория, очень высокая квалификация. От своего опыта, скажу, знаю, работаю как технолог, и сейчас, на каком высоком уровне, какие у нас специалисты. И мое отношение на любой должности, как вы ее называли, всегда относится, будет относиться к лаборатории, вот так, к уважению. Почетная грамота была вручена Лидии Захаровой. Благодарственные письма получили Инна Голсанова и Ольга Гусева. 45, я считаю, что это только начало нашей лаборатории, хотя уже пройдено немало, но еще много впереди нас ждет. Я думаю, будут и тревоги, и хорошее, и плохое. Конечно, хочется, чтобы было только хорошее, чтобы коллектив был дружный, сплоченный. Можно еще много успеть сделать. Главное, душой не стареть. С добрыми словами обратились к юбилярам начальник Центра лабораторного контроля Светланы Конопелько и ее заместитель Ольга Котова. Искренним и трогательным было поздравление в стихах председателя профсоюзной организации предприятия Любови Кузнецовой. В нашем мире негуманном нет предостаточной обиды. Кто еще нас неустанно, пожалеет и простит. Мы нуждаемся в подмоге и в приоритетности пути на разрыве у порога нежность может нас спасти. Не приветствуйте разлуку и забудьте про раздор, будьте бережны друг к другу, чтобы в мире жить без ссор. Нежность ласковое слово, в нем любовь и красота, в человечности основа, вековечная мечта. Этот праздник был организован в лучших традициях ветеранов подразделения. Столы украшали кулинарные шедевры, приготовленные собственными руками и, конечно, звучали хорошие песни о людях нашего градообразующего предприятия и о прекрасном городе, в котором они живут. О, Саянск Человеческих рук И природы Живое творение Я спешу В твой магический круг В сердце Отправя Любовь и волнение Здесь Недронут И детственный лес Городским Плетен Эквадады Поднялся Как Афора С небес Наш Хранитель Слева И Справа Редактор субтитров